Базовый комплекс нацелен на позвоночник, околопозвоночную мускулатуру, кровоток и регулировку мышечного тонуса, то есть на нервную систему, которая управляет околопозвоночной мускулатурой. И ни на что другое. Из условий нам нужен турник, стенка, или в моем случае стойка, и кольца, если вам так удобнее. Или если, допустим, семейная пара занимается, то мужчина, если выше, то ему турник, и анатомически мужчины чаще предпочитают турник удобнее, а женщинам кольца, детям, подросткам по-разному, по ощущениям. Высота турника, я подхожу, поднимаю руку, вот у меня локоть согнут, и вот она моя высота, мне будет удобно. Если проблемы со спиной серьезные, то каждое упражнение делается через отвес, то есть отвес, шея, отвес, корпус, отвес, стенка, все через отвес. Я не буду к этому возвращаться, когда буду показывать упражнение, но вы знаете, если вы чувствуете в себе силу, комфорт, то мы отвес делаем в начале, потом делаем комплекс, потом делаем отвес в конце. Будет еще ходьба как упражнение, ходьбу делаем после. Но если вы чувствуете, что кровотока прям нет, то ходьбу тогда до и после. Смысл в том, что вот эти вот три вещи, стена, отвес и ходьба, они все три вместе должны работать. Стена показывает нам базовую осанку. Поясничный прогиб. Меряется очень просто. Большим пальцем я закладываю между указательным и средним. Вот эту толщину прижимаю посередине поясницы и прижимаюсь к стене. Стена была бы удобнее, стойка узковата, но ничего. Пятка, крестец, рука с поясницей, лопатки. И если мышц много, то с затылком не прижаться. Ну, я, в принципе, могу. Раскрываем грудь, и ноги согнуты. Потому что если не будут согнуты, то мне очень тяжело, или сразу в спазм тело уходит. Согнутые ноги. И вот она моя осанка. Техническая, только для базового комплекса. Из этой позиции я могу ходить. Собственно, упражнение ходьба – это сохранение осанки и движения в этой позе. Живот у меня работает, ноги работают, глаза смотрят вперед. Вот это ходьба. С нее базовый комплекс начинается, если у вас спина не сильно болит, если она позволит вам это сделать без разогрева. Тогда хорошо. Если не позволит, тогда ходьбу делаем только в конце. Эта же позиция – стенки. Копироваться в отвесе. Я просто поднимаю руки, и вот. И ничего, никаких дополнительных движений. Ухожу вниз. Это отвес. 5-10 секунд я делаю. И если мы глубоко прорабатываем и только начали, то 5-10 секунд я зацепился. Несколько метров походил пошире. Подошел еще раз. И я сделал 5-10 таких циклов. То есть 5-10 раз взялся за перекладину, по 5-10 секунд повисел. Это достаточно, чтобы подразогреть мускулатуру и приступать к следующему. Шея. И делаем через стенку, если вы теряете эту позицию. Через отвес, если спина зажимается. В общем, если все совсем плохо, то стенка, ходьба, отвес – упражнение. Стенка, ходьба, отвес – следующее упражнение. Стенка, ходьба, отвес – еще одно упражнение. Это если все плохо. Если все хорошо, то просто делаем вначале ходьбу-отвес, потом комплекс, потом в конце ходьбу-отвес. Так вот, у шея. Встал, ну, позиция как у стены. Зафиксировал на уровне взгляда точку, ну, объект какой-нибудь. И поворачиваю голову лево-право, 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 лево-право один раз. За раз больше 100 делать не нужно. Может быть, вы не сможете и 20, потому что голова начинает кружиться, особенно на старте. Это хорошо, потому что усиливается отток и приток крови к голове. Запомните, сколько раз вы сделали, допустим, 20. Завтра попробуйте 21. Не нужно гнаться за результатами. Так вот, по технике. Я зафиксировал горизонтально, и голова должна двигаться горизонтально. Никаких восьмерок. Лево-право. Симметрично. Никаких крайних положений. Двумя глазами всегда я вижу объект. То есть вот туда вот я уже теряю. Вот этим глазом. Как нельзя. В средней амплитуде. Легко и свободно. Это шея. Ну, допустим, показываем для новичков. Проверил осанку. Потянул спину. Работаем. Лопатки. Лопатки это очень просто. Не нужно подключать трапеции. Ноги полусогнуты. Вот эти вот межлопаточные ромбовидные мышцы должны поработать. Раз, два, раз, два, раз, два. Не выпячивайте грудь ни к чему. Грудные, как бы их роль вторична. Работают лопатки. Не нужно подключать ни поясницу, ни ягодицы, ни выгибаться дугой. Ничего. Только лопатки. По количеству тоже 100 раз вполне себе хватит. Не хотите считать? Тогда 2 минуты. А можно вообще по ощущениям? Итак, стенка. Отвес. Или если все хорошо, можно не повторяться. Дальше. Корпус. Похож на шею, но работает другая часть тела. Под согнутые ноги зафиксировал объект. Из рук сделал рамку. То есть приподнял локти и поуперся. Ну, лучше как... Ну, мне вот так нравится. Дальше. Право, середина, лево, середина. А само упражнение делается без паузы. Чем больше... Чем больше в теле проблем, тем больше будет хруста именно на этом упражнении. Потому что мы заставляем осевые движения позвонки совершать. И это полезно для позвоночника, но немного его провоцирует. Поэтому никаких крайних амплитуд. То есть вот у меня плечо на линию взгляда даже попадать не должно. Соответственно, с другой стороны точно так же. Наша цель симметрия и ритмичность. То есть примерно вот в таких вот углах. Я делаю... Не машу, не дергаю себя, не зависаю в крайних положениях. Очень ритмично. Опять же, 100 раз хватит, ну или 2 минуты. Но не нужно гнаться за цифрами. То есть так же, как с шеей. С шеей была проблема головокружения. Здесь чувствуете, где-то что-то затянуло или какой-то дискомфорт. Сразу руки подняли. Почему я под турником стою? Отвеселись. Сколько раз, столько раз, сколько нужно. Все, приступили к следующему. Не провоцируйте тело. А мы вернемся. Стенка. Отвес. И теперь стопы. Позиция, как у стены. Выхожу вперед и поднимаюсь на носки. Не разгибаю колени. Опускаюсь. Не переношу вес на пятки, не бухаю. Моя цель делать это в вертикальной плоскости без раскачивания. Стопы считать в количестве не очень удобно. Почему? Потому что мышцы я не разгружаю. И здесь большее значение имеет время. И уровни очень простые. Минута – это здоровье. Две минуты – тренированность. Три минуты – спорт. Все, что больше трех минут – это очень-очень круто. Из проблем, значит, нельзя переносить вот так вот вес, потому что это неправильно. Нельзя делать на одной ноге, потому что это тоже неправильно. Мы для этого и стояли у стены, и висели, учились. Чтобы дать симметричную нагрузку на две ноги. Но нужно смотреть, чтобы ноги ровно были. Вот. Никакой человек не симметричен полностью. И все равно будут какие-то колебания, скрутки и все остальное. Пусть остаются, переживать мы не будем. Но просто будем знать, что наша цель все-таки – работа по вертикальной оси. В ходьбе моя цель – максимально стабилизировать картинку, ту, которую я получаю, ну, с глаз получается. Максимально стабилизировать, то есть, чтобы не тряслась у меня голова, не качалась, чтобы я скользил. Это команда, подается телу. Вам особо не нужно думать, как это выполняется, но скульптура справится. Если вы видели кошек на охоте, то как движется котенок и как движется взрослая кошка, если завидела добычу. Тренировка – опыт. Поэтому мы ставим себе задачу, стабилизируем и двигаемся. Как и все остальные упражнения базового комплекса, эффект накопительный. Нужно обучение, ну, все научится и тело, и мозг, психика. И с каждым разом будет получаться лучше.